Третья смена только началась. Это их первый день пребывания в лагере. И тут же сюрприз. В гости к ребятам приехал глава региона. Первым делом все направляются в столовую, чтобы оценить здешнюю кухню. Большинство ребят Дмитрия Мезенцева раньше видели только по телевизору. А теперь они ужинают за одним столом с губернатором. Слушай, кухня хорошая. И это потому, что мы приехали с инспекцией, я вынес, что она всегда, да? После плотного ужина правительственную делегацию приглашают в клуб на концерт. В честь открытия очередной лагерной смены. Здесь школьники демонстрируют гостям свои танцевальные и вокальные таланты. А затем слово гостю. Сколько лет у нас? Треться. В голос ответили все 105 ребятишек, которые сейчас отдыхают в лагере. Школьники попросили главу региона рассказать о грядущем праздновании юбилея города. Губернатор заинтриговал ребят предстоящим салютом в честь 350-летия Иркутска. Позвать 14 сентября после занятий, конечно, на улице города. И в том числе будет грандиозный салют из двух площадок. Я думаю, что родители позволят вам лечь. Ну, вы маму напишите, маме скажите, мама, разреши, пожалуйста, лечь попозже, чтобы посмотреть салют. Во время разговора Дмитрий Мезенцев проверил эрудицию молодых людей. Задавал вопросы на разные темы. Школьники не терялись, отвечали исправно. Я думаю, что это день победы. В какой времени? 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 Дмитрий Мезенцев предложил ребятам подумать о том, как организовать Байкальское детское движение. Аналогичное Байкальскому молодежному клубу. Вот только участниками клуба станут школьники. Мы хотим создать и провозгласить детское движение, Байкальское детское движение. Будет ли дался, какого цвета будет дался, какая время, мы не знаем. Мы хотим, чтобы кто-то из вас, или многие из вас, об этом подумали и дали нам предложение. После концерта глава региона осмотрел корпуса на территории лагеря и пообщался с руководством и работниками Байкала. А что касается ребят, то они без автографа губернатора из лагеря отпускать не хотели. На этом визит Дмитрия Мезенцева в Байкал завершен. Но проверки в летних оздоровительных лагерях продолжатся вплоть до конца августа. До четвертой заключительной смены. Проверить придется немало. В Приангарии в этом сезоне работают свыше 900 детских лагерей. В частности, лагеря дневного пребывания, загородные, стационарные, палаточные лагеря, санаторные учреждения, лагеря труда и отдыха. На их финансирование из областного бюджета выделено 450 миллионов рублей. Ирина Агапончик, Виктор Тагмитов. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok